Машиностроительный факультет. Кафедра нанотехнологии и метаургии. Авторы. Старший преподаватель доктор PHD Щербакова Елена Петровна, старший преподаватель доктор PHD Дастаева Ордак Мухаммедиевна и докторант Алина Арайлым-Алтенбековна. Лекция номер 5. Карагандинский технический университет. Кафедра НТМ. Дисциплина «Рентабельное использование нанотехнологий» на тему «Способы получения наноразмерных материалов, способы консолидации наноразмерных порошков, специальность метаургия». Цель дисциплины. Дисциплина «Рентабельное использование нанотехнологий» ставит целью обучить будущих специалистов основам теории и технологии наиболее рентабельного использования и применения нанотехнологий. План лекции. Первое. Основные методы получения наноразмерных материалов. Второе. Метод соконденсации. Третье. Метод ионно-лучевой имплантации. Четвёртое. Модернизированный метод получения наноматериалов. Пятое. Основные технологические методы. Шестое. Методы порошковой метаургии. Седьмое. Способы консолидации наноразмерных порошков. Восьмое. Возрастание поверхностных атомов. Девятое. Зависимость деформации керамических агломератов. Десятое. Сложности при спекании и прессовании, недостатки холодного статического прессования. Одиннадцатое. Статическое одноосное прессование. Введение. К настоящему моменту известны десятки методов создания наноструктурированных материалов. Принципиально все методы получения наноструктур возможно условно разделить на два больших класса. Физические и химические методы. При этом нужно подчеркнуть, что подход снизу вверх характерен в большей степени для химических методов получения. Процессы получения наноматериалов включают как этап их синтеза, так и этап их стабилизации. Учитывая также, что наноструктуры проявляют свои уникальные свойства в большинстве случаев именно в неравновесном метастабильном состоянии. Использование различных стабилизаторов позволяет не только синтезировать наноструктуры, но и использовать наноматериалы на их основе в нанотехнологии. Основные методы получения наноразмерных материалов Первая группа методов получения и изучения наночастиц не позволяет создавать новые материалы. Это конденсация при сверхнизких температурах, варианты химического, фотохимического и радиационного восстановления, а также лазерное испарение. Вторая группа методов позволяет получать на основе наночастиц наноматериалы и нанокомпозиты, варианты механохимического дробления, конденсация из газовой фазы, плазмохимические методы и прочее. Структура наночастиц, от них и тех же размеров, получаемых диспергированием и путем построения из атомов может различаться. В первом случае в структуре частиц сохраняется структура исходного образца. Наночастицы, полученные путем агрегации атомов, могут иметь другое пространственное расположение атомов. Например, при размере 2-4 нанометров наблюдается уменьшение параметра решетки. Метод соконденсации. Одним из основных методов получения наночастиц металлов является процесс, основанный на сочетании испарения металла в поток инертного газа с последующей конденсацией в камере, находящейся при определенной температуре. Испарение происходит путем низкотемпературной плазмы, молекулярных пучков и газового испарения, катодного распыления, ударной волны, электровзрыва, лазерной электродисперсии, сверхзвуковой струи, различных методов механического диспергирования. На начальном этапе исходное вещество испаряет, применяя подходящие металлы нагрева. Пары вещества разбавляют большим избытком потока инертного газа. Обычно используют аргон или ксенон. Полученную парогазовую смесь направляют на поверхность образца, охлажденную до низких температур. Формирование наночастиц на поверхности подложки является неравновесным процессом, зависит от ряда факторов. Получение наночастиц методом соконденсации нескольких веществ на охлаждение поверхности позволяет легко вводить в их состав различные добавки, а в процессе контролируемого нагрева, увеличивая подвижность наночастиц, осуществить ряд новых и необычных химических синтезов. Метод ионно-лучевой имплантации Методами ионно-лучевой имплантации получают упорядоченные наноструктуры из квантовых точек, называемых гетероструктурами. Подобные гетероструктуры могут быть использованы в качестве сенсоров, логических устройств, лазерных источников нового поколения. В установках ионно-лучевой имплантации систему из квантовых точек покрывают слоем инертного материала, а затем снова наносят основной активный материал второго слоя. В этом втором слое происходит самосборка квантовых точек, связанных с положением в первом слое активного материала. Многократное напыление приводит к получению требуемой гетероструктуры. При газофазном получении наноматериалов, частицы металлов и стигля-испарителя направляются на фильтр, с которого они удаляются с потоком газа. В результате компактирования, укропнения наночастиц возможно серийное получение нанопористых материалов. В случае использования метода лазерного испарения для нанесения покрытия на различные частицы используются различные лазеры, работающие в импульсном или непрерывном режиме. Модернизированный метод получения наноматериалов. Наноматериалы можно получать и модернизированным методом Вернелля. Когда сверхлегкий порошок, пудра, обрабатываемого материала пропускается через факел из горючего газа, водородно-кислородное или плазму безэлектродного, высокочастотного или электродного разрядов. В пламени образуются наночастицы оксидов металлов, которые в виде порошка осаждаются на охлаждаемой подложке. На базе такой технологии уже получены покрытия, не уступающие по твердости алмазу, резко увеличивающие износостойкость режущих поверхностей, их жаростойкость и коррозионную устойчивость. Основные методы получения наноматериалов. Их можно разделить на ряд технологических групп. Рисунок в следующем слайде. Методы на основе порошковой металлургии, методы, в основе которых лежит получение аморфных прекурсоров. Поверхностные технологии создания покрытий и модифицированных слоев с наноструктурой. Методы, основанные на использовании интенсивной пластической деформации. А также комплексные методы, использующие последовательно или параллельно несколько разных технологий. А теперь посмотрим на следующий слайд, на котором показаны основные технологические методы. Основные методы получения наноматериалов. К ним относятся методы порошковой металлургии, методы с использованием аморфизации, комплексные методы, поверхностные технологии и методы интенсивной пластической деформации. Методы порошковой металлургии делятся на два вида. Это методы получения нано-порошков, а также методы компактирования из них изделий. Методы получения нано-порошков. Можно выделить ряд общих подходов, которые являются характерными для всех методов получения нано-порошков и отличают их от методов получения обычных порошков. Высокая скорость образования центра возрождения частиц, малая скорость роста частиц, наибольший размер получаемых частиц не более 100 нанометров, узкий диапазон распределения частиц по размерам, стабильность получения частиц заданного размерного диапазона, воспроизводимость химического и фазового состава частиц, повышенные требования к контролю и управлению параметрами процесса получения, общей особенностью нано-частиц порошков. Полученных любым методом является их склонность к объединению в агрегаты и агломераты. В результате необходимо учитывать не только размеры отдельных нано-частиц, но и размеры их объединений. Четкого терминологического различия между агрегатами и агломератами провести нельзя. Однако считается, что в агрегатах связь между кристаллитами прочнее, а межкристаллитная пористость меньше. При последующем компактировании для достижения заданной пористости материала агрегатированные порошки требуют больших температур и давлений по сравнению с неагрегатированными. Методы получения нанопорошков делятся на технологии, основанные на химических процессах, и технологии, основанные на физических процессах. К химическим относятся химическое осаждение из паровой фазы, высокоэнергетический синтез, осаждение из растворов, развожение нестабильных соединений, восстановительные процессы. А к технологиям, основанным на физических процессах, относятся физическое осаждение из паровой фазы, это термическое испарение, взрывное испарение, испарение в потоке инертного газа, а также распыление, расплава и механическое измельчение. Способы консолидации наноразмерных порошков. Во многих методах получения наноматериалов конечным продуктом являются порошки. В некоторых материалах трудно, а порой и невозможно создать наноструктуры в большом объеме. Для получения объемных материалов из нанопорошков в первую очередь используются различные варианты процесса прессования. Однако, для практических целей в большом количестве случаев востребованы компактные изделия, состоящие из наноразмерных морфологических элементов, поэтому возникает необходимость второго предела для получения консолидированных изделий из нанопорошков. Это возможно осуществить с помощью различных технологических процессов прессования, спекания, прокатки, экструзии. Как показывает практика, увеличение дисперсности порошков сопровождается заметным снижением их уплотняемости при прессовании. Это связано с повышением адгезионной, аутагезионной активности, склонности к агрегированию с уменьшением размера частиц. Прессуемость нанопорошков существенным образом зависит также от распределения частиц по размерам, величины удельной поверхности, состояния поверхности, наличия ацербентов, дефектности и агломерации. Из вышеизложенного ясно, что получение из нанопорошков массивных материалов с наноструктурой выделяется в самостоятельную задачу. Все многообразия методов прессования можно разделить на две группы – статические и динамические. В свою очередь в каждой из этих групп имеются варианты методов, различающиеся по температуре проведения процесса, холодное и горячее прессование, по характеру прилагаемой нагрузки – одноосное, двуосное, всестороннее, изостатическое. В случае необходимости совместно с прессованием применяют другие виды обработки. Например, изостатическое холодное прессование часто сочетают с успеканием, которое в свою очередь может быть изотермическим и неизотермическим. В большинстве случаев практический интерес представляют нанокерамика с плотностью 98 или 100% от теоретической, которую возможно получить только путем спекания. Однако в этом случае возникает проблема подавления роста зерен – рекристаллизации. Ингибирование рекристаллизации возможно при высокой плотности прессовок, когда процессы спекания протекают достаточно быстро и при относительно низкой температуре. Для образования нанокристаллитов в керамике необходимо перед спеканием сохранить наноструктурное состояние в спрессованном порошке, предотвращая пластическую деформацию частиц в процессе прессования и предотвращать рост зерен при спекании. Для подавления роста зерен спекаемых нанопорошков пригодны только высокоэнергетические методы консолидации, связанные с использованием статических и динамических высоких давлений, электроимпульсных нагрузок и т.д. Кроме размера зерен, критерием качественного изготовления изделий технической керамики часто является высокая плотность. Возрастание поверхностных атомов Одной из главных причин изменения физических и химических свойств малых частиц по мере уменьшения их размеров является возрастание в них относительной доли поверхностных атомов, находящихся в иных условиях, координационное число, симметрия локального окружения и т.п. Чем атомы объемной фазы? С энергетической точки зрения уменьшение размеров частицы приводит к возрастанию доли поверхностной энергии в ее химическом потенциале. Движущей силой агломерации наночастиц является стремление минимализировать поверхностную энергию. В идеале при отсутствии помех частицы объединяются с образованием крупных порошков, представляющих по существу разновидность компактированного состояния с образованием агломератов. Характер и поведение гранул агломератов, которые образуют порошок, имеют основное влияние на микроструктуру компакта. Как начальный пример, рассматриваются различия в реакциях на воздействие между металлической частицей керамической гранулой при температуре выше температуры затвердевания ее связующего и керамической гранулой при температуре ниже ее связующего. Керамические частицы напротив будут деформироваться под воздействием относительно малой величины силы. По существу, уже под небольшим одноосным напряжением керамические агломераты хорошо компактируются, в то время как металлические частицы и их агломераты только начинают деформироваться. Зависимость деформации керамических агломератов. Но кроме нагрузки, деформация керамических агломератов также зависит от наличия связующего материала и температуры. При температурах ниже связующего материала разрушение агломератов отражает комбинацию упругих и пластических свойств частиц порошка. Пластическая деформация агломератов будет преобладать при температурах выше температуры связующего. Очевидно, различия в поведении деформации частиц для этих трех различных случаев будут приводить к различным макроскопических свойств соответствующих компактов. В процессе прессования твердых, прочных и жестких частиц керамического порошка должно быть оптимизировано их течение при заполнении пресс-формы и перераспределении на начальной стадии компактирования. Для изготовления гомогенного высокоплотного компакта требуются деформируемые агломераты. Оптимизация для обоих случаев в данном порошке потребовала бы наличие агломератов, которые имеют различия характеристики деформации на различных стадиях обработки. Так как свойства керамических частиц в грануле фиксированные поведение гранулы и управление этим поведением должны в значительной степени определяться пластифицирующими ограниченными добавками в систему. Сложности при испекании и прессовании Изменяющаяся внутренняя структура керамических агломератов, распределение примесей и пластификаторов них, например, сегрегированного на шейке частицы в сравнении с однородно распределенным в виде пленки вокруг отдельных частиц, Являются усложняющими факторами, которые делают предсказание поведения и влияния пластификаторов при прессовании и спекании затруднительными. В этой связи актуальным является процесс компактирования нанопорошков без применения пластификаторов. Одним из таких методов является метод ультразвукового компактирования, рассматриваемый далее. Модели уплотнения обычного порошка нельзя успешно применить при моделировании уплотнения наночастиц по нескольким причинам, обсуждаемым в следующих слайдах, которые возникают из-за резкого уменьшения размера частиц. 1. Возможность новых или различных механизмов уплотнения Предполагается, что выраженная поверхностная диффузия в наноразмерных компактах будет увеличивать зерно или межчастичное скольжение и диффузию вакансий. 2. Агломерация нанопорошков в кластеры Высокая межчастичная адгезионная способность по сравнению с обычным порошком ведёт к различным уровням агломерации. Эта тенденция к агломерации может сильно влиять на кинетику уплотнения. 3. Адгезионная способность ведёт к различным уровням межчастичного и межагломератного трения. 4. Ансамбли наночастиц имеют большие площади поверхности, делающие их очень восприимчивыми к примесям по сравнению с крупноразмерным порошком. 5. И поверхностные, и объёмные примеси играют важную роль в уплотнении. 6. Атомы примесей увеличивают межчастичное трение. 7. Примеси стабилизируют нанопоры и предотвращают их схлопывание. 7. Примеси сегрегируют предпочтительно к границам и препятствуют массопереносу. 8. Влияние внутреннего давления, вызванного ацербированными газами, могут быть ещё больше выражены в системах наночастиц из-за резкого увеличения площади поверхности. 9. Четвёртое. Низкая плотность дислокаций и низкая стабильность дислокаций из-за малого размера наночастиц. 10. Так как наночастицы могут быть свободны от дислокаций и источников дислокаций, их пластическая деформация может быть низкой и для неиспечённых компактов могут требоваться более высокие давления. 11. Различная структура дислокации и их поведение могут также проявляться в изменении механизма ползучести. 12. Ползучесть – это доминирующий механизм уплотнения во многих материальных системах. 13. Пятое. Другие факторы, такие как Диффузионно-стимулированная зернограничная миграция и вращение стимулированное энергии границ могут изменять механизмы уплотнения. 14. Литературные данные относительно характера и механизмов уплотнения во многих случаях противоречат друг другу. 15. И показывают явную зависимость от материала. 16. Синтеза и различия обработки намного большую, чем в случае обычного порошка. 17. Холодное статическое прессование в закрытых пресс-формах является относительно простым по технологической реализации и универсальным для прессования изделий различной формы из порошков любых составов, позволяющим реализовать многоместную схему прессования в условиях массового производства. 17. Поэтому метод достаточно широко распространён в настоящее время. 18. Недостатки холодного статического прессования. 19. Недостатки всех модификаций этого способа связаны с неравномерным распределением свойств формуемого изделия по объёму. 19. Трение прессуемого материала, остеньки пресс-формы приводит к анизотропии и неравномерности свойств изделия в различных направлениях, что может являться источником макродефектов в спекаемых изделиях. 20. Уменьшить влияние сил трения в порошке можно применением смазок и пластификаторов. 21. Применение пластификаторов значительно улучшает равноплотность изделия и увеличивает срок службы пресс-форм. 22. Однако является источником загрязнения материала или остаточной пористости при спекании, усложняя технологию производства. 23. Причиной возникновения перепада плотности прессовок по высоте являются потери усилия прессования на преодоление сил пристенного трения, которые весьма существенны для нанопорошков с развитой удельной поверхностью. 24. Эффективным способом, позволяющим снизить силу трения без внесения посторонних веществ в прессуемый материал, является применение колебаний. 25. Повышение эффективности при уплотнении нанопорошков. 26. Для повышения эффективности процесса при уплотнении нанопорошков используется наложение различных высокоэнергетических воздействий ультразвукового, микроволнового, электроимпульсивного, плазменного, лазерного, радиационного. 27. Например, динамическое прессование может быть магнитно-импульсным, взрывным и электрогидравлическим. 28. Статическое одноосное прессование. 29. Порошок помещается в пресс-форму, которая в случае работы с наноматериалами обычно располагается в вакуумной камере. 30. После откачки в вакууме проводится прессование. 31. В случае компактирования изделий с отношением высоты к поперечному размеру, более единицы используются пресс-формы двухосного прессования. 31. В этом случае усилие прикладывается либо к верхнему и нижнему пуансону, либо конструкция подразумевает подвижность матрицы. 31. Схема пресс-формы указана в следующем слайде. 31. На данном слайде показана схема пресс-формы. 31. Под номером один показан верхний пуансон. 32. Под номером два матрица. 33. Под номером три прессуемый порошок. 34. И под номером четыре указан нижний пуансон. 35. Способ изостатического формования заключается в уплотнении нано-порошка в условии всестороннего сжатия. 35. Разработано несколько разновидностей этого метода. 36. В качестве примера можно привести способ гидростатического прессования. 36. Рисунок показан в следующем слайде. 37. Для проведения процесса порошок засыпают в эластичную, например, резиновую оболочку, которую помещают в рабочую камеру. 37. Аппарат герметически закрывается для создания в камере требуемого давления. 37. Жидкость, масло, вода или глицерин всесторонне и равномерно сжимает порошок, обеспечивая формование изделия. 38. На данном слайде показана схема установки для гидростатического формования. 39. Под номером один указан нагреватель. 40. Под номером два изображен теплоизоляционный свой. 40. Под номером три рабочая камера. 41. Под номером четыре указана оболочка с порошком или заготовка. 41. Газостатическое прессование является другим вариантом формования при всестороннем жасе, 41. В котором воздействие создаётся газом. 41. Это может быть гелий, аргон, либо любой другой газ. 42. Как правило, такому прессованию подвергают не порошок, а предварительно полученную тем или иным способом заготовку. 42. Внизу слайда показана схема газостатического прессования. 42. Под номером один насос высокого давления. 42. Под номером два теплоизоляционный слой. 43. Под номером три – порошок. 43. А также под номером четыре указана эластичная оболочка. 43. Прессование в эластичных оболочках является ещё одним вариантом газостатического прессования. 44. В методе исходный порошок помещается в эластичные оболочки, 44. Расположенные в пресс-форме, 44. Которой привожено одностороннее или двустороннее давление. 45. Материалом для изготовления оболочек являются парафин, воск, животин, эпоксидные смолы и резиновая масса. 45. Также на данном слайде показана схема прессования в эластичных оболочках. 46. Где под номером один показан прессующий пуансон. 47. Под номером два – порошок. 48. Под номером три – эластичная оболочка. 49. Под номером четыре – матрица пресс-формы. 49. Под номером пять – нижний пуансон. 49. Динамические методы прессования. 50. Динамические методы прессования нано-порошков позволяют эффективно преодолевать силы адгезионного сцепления. 50. Динамические методы прессования нано-порошковой среде. 51. С помощью чего достигаются более высокие плотности конечного материала, чем при стационарных методах с одинаковым уровнем давлений. 51. Также при импульсивном нагружении реализуются более высокие давления. 52. Что дает возможность использовать менее дорогостоящие оборудования в сравнении со статическими методами. 53. В магнитно-импульсном прессовании используется известный диамагнитный эффект выталкивания проводника из области импульсивного магнитного поля. 54. Принцип метода можно описать следующим образом. 55. Механический импульс силы в пресс-форме генерируется в результате взаимодействия импульсного магнитного поля, индуктора с проводящей поверхностью, так называемого концентратора. 55. Индуктор представляет собой плоскую спираль, изготовленную из медной ленты, и включенную в цепь генератора импульсных токов. 56. При замыкании электрической цепи концентратор выталкивается из зоны магнитного поля и прессует порошок. 56. Продолжительность импульса несколько микросекунд. Давление 1 или 2 гигапаскаль. 57. Схемы установки для магнитно-импульсного прессования нанопорошков. 58. Под номером 1 – индуктор, под номером 2 – концентратор, под номером 3 – вакуумная камера, под номером 4 – образец и под номером 5 – опора. 58. Горячее прессование. 59. Горячее прессование – метод компактирования в условиях повышенных температур, получивший в настоящее время широкое распространение. 59. В данном процессе прессование и спекание совмещаются в одной операции, что снижает давление прессования в несколько десятков раз по сравнению с холодным прессованием, поскольку с увеличением температуры сопровождение материалов к деформированию значительно уменьшается. 60. При этом время выдержки под давлением значительно увеличивается, что необходимо для прохождения процесса спекания. 61. В первую очередь, горячее прессование применено для компактирования изделий из нанопорошков тугоплавких металлов. 62. Полученные прессовки из тантава и необия имеют пористость менее 1%, а прочность на растяжение в 2-2,5 раза лучше по сравнению с литым материалом. 63. Также горячим прессованием получены компактные заготовки из карбидобора, композиции карбидовольфрама, кобальта, нескольких составов. Микротвердости и предел текучести этих прессовок превышали соответствующие значения для материалов из традиционных твердых сплавов. Плотность полученных образцов составляла 97-99% от теоретической. 63. Монштучное формование. Монштучным формованием называется метод прессования, заключающийся в продавливании порошка через отверстия, определяющие форму и размеры поперечного сечения получаемой заготовки. Пористость материала, получаемого после данного прессования, зачастую близка к нулю. Монштучным прессованием получают изделия из плохо прессуемых материалов, тугоплавких металлов и соединений твердых сплавов. Этим методом получены прутки нанокристаллического никеля и железа с повышенными прочностными свойствами. На данном слайде показана схема монштучного формования нанопорошков. Под номером 1 изображен пуансон, под номером 2 стальной стакан, под номером 3 изображен сам порошок, под номером 4 матрица, а под номером 5 изображена сама получаемая заготовка. Заключение. Существует множество видов получения наноматериалов. На сегодняшний день многие из этих методов доступны и просты. На современном этапе перед человечеством открываются множество возможностей, связанных с наноиндустрией. И это только начало. В соответствии с принятой классификацией к числу наноразмерных относят объекты, имеющие наноразмер хотя бы в одном направлении. Кристаллы, пленки, трубки. Разработанные к настоящему времени методы получения нанопорошков весьма разнообразны. В литературе приводится около десятка классификаций этих методов по разным физическим и химическим принципам. Например, существует классификация методов по принципу изменения разбирочастиц в ходе синтеза. Темы контрольных заданий для СРМ. Первая тема – диспергационные методы получения наноматериалов. Вторая тема – процесс прокатки нанопорошков. И третья тема – метод комплексонатной гомогенизации. На данном слайде показан основной список литературы. По данной литературе вы можете выполнить задание с СРМ. Спасибо за внимание! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...